До 1 января из-за пандемии коронавируса водоканал не штрафовал потребителей за вовремя непроверенные приборы учета. После Нового года это послабление снято. МУП «Водоканал» напоминает абонентам, что в случае, если счетчик не прошел поверку, водоканал будет рассчитывать стоимость потребленной воды по среднему нормативу, умноженному на полтора. Как отмечает Денис Житких, все существующие приборы учета и показания счетчиков принимаются в расчет до того момента, пока не закончился срок поверки. Все приборы учета, которые сейчас находятся в эксплуатации у физических лиц, мы принимаем в расчет, но четко до того момента, пока у прибора учета не истек срок поверки, либо абонент не решил его поменять. Сейчас претензий к данным приборам учета у водоканала не будет, но после того, как вы прошли поверку, либо поменяли прибор учета, на всех приборах учета должна стоять пломба, только МУП «Водоканал». 1 февраля в МУП «Водоканал» пришло все имущество компании МУП «РКС». Большинство абонентов районных коммунальных систем не пришло заключить договор с водоканалом. Это юридические лица более 500 организаций и физлица около 2000. После 31 марта, чтобы никто не обижался ни на меня, ни на сотрудника водоканала, мы будем жестко действовать в рамках закона. И в случае выявления абонента, который не заключил договор и пользуется водой, будут применены все штрафные санкции, которые предусмотрены законом. Примерно могу сказать, что для физического лица это грозит минимум 80 тысяч рублей штрафа, плюс накладные расходы по оформлению узлов учета, проекта водоснабжения. Юрлиц, я думаю, что все уже наслышаны, могут суммы доходить до даже сотни миллионов рублей. Заключить договор с водоканалом можно до 31 марта включительно. Также с 1 февраля в водоканале появилась структура, занимающаяся установкой приборов учета. Как сообщили в водоканале, стоимость установки счетчика будет гораздо ниже, чем в управляющих компаниях и коммерческих структурах. На все услуги введены скидки. Для пенсионеров, многодетных семей, инвалидов и почетных доноров скидка 50%, детям войны 70%, ветеранам войны и героям Советского Союза услуги предоставляются бесплатно. Артем Исаев, Кирилл Емельянов, программа «События».